всем привет любит махнатых чудовищ отцвели наши грушки уже и яблоньки уже цвет сбрасывает заканчивает свести в общем сезон цветения садков закончится ну давайте посмотрим наш синий улей где мы расширение разве проводили что там у нас есть на сегодняшний день вот наш уляка видно пчелки летает уже на два летка интенсивно давайте его вскроем трепанируем и посмотрим чего они там принесли как работает наше расширение вот сейчас садки доцветут и у нас начнется быстренькое интенсивное роение потому что ничего их уже улье не держит работы нету ничего нету значит что значит будем роиться а наша задача показать им фиг вам и не дать роиться потому что как говорил великий пчеловод лукашенко мы их перетрахивали и дальше тоже будем перетрахивать вот сидит семейка аж по сюда эти рамки они не обсиживают то есть они на них не расширились все остальное занимает полностью улья ну давайте посмотрим чего они принесли то что они в эти рамки где не обсиживают ничего не принесли так я в этом даже не сомневаюсь это у нас пустые рамки стоят нет что то есть но очень мало а это рамочка тяжеленькая вот тут кольца тут мед на эту рамочку время из гнезда крайне уставил здесь килограмма полтора меда есть имеют и таки оставим к ней дальше идут бесполезные рамки семья была не настолько сильная чтобы сюда расшириться это то что мы расширяли ващинка не строили потому что они сюда еще не расширились прошлом видео я показывал что я ставил сотвощина 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 а вот на этой рамке они уже сидят значит что граммочка с килограмм меду нельзя сказать что много но есть ващинка начали строить вот они постепенно расширяются в эту сторону и по мере расширения отстраивают ващинки и осваивают сот и видно ващинку начали строить пусть достраивает мы ее назад поставим пусть занимается так вот тут тяжеленная рамка хорошая медовая рамочка вся в меде мед еще льется из рамок еще не созрел еще рано его забирать с недельку надо выждать но тут почти полная рамочка меда вот а кто-то говорил что нельзя с садком поиметь меду в лежаке можно рамочка залита от начала до конца писали в комментариях что в лежаках они мед размазывают по рамках да действительно такая штука есть вот если бы я им не поставил сушвощина сушвощина они бы этот мед размазали по всем сотам но так как я им поставил сушвощина сушвощина у них в принципе сотов готовых было не так уже и много вот ващинку уже практически все отстроили значит нектарных полей у них было меньше нектарные поля сильно большие ими не надо потому что садки не дают такого большого количества нектара чтобы максимальные нектарные поля как на подсолнухе ставить поэтому поэтому нектарных полей у них было меньше и вот они залили полную рамочку меда так ну а тут пошел у нас сплошную расплод идет сплошную сегодня пчелки не добрые потому что на улице то солнце то на дождь собирается прохладненько вот видно пановочка на рамках беленький налет значит они мед собирают тоже расплод сплошную сейчас надо смотреть маточники а вот и маточник вот он дорогой маточник вот висит с краю маточник еще не созревшие не запечатаны значит что значит пчелки уже задумывается не задумывается они уже роятся вот как садки начали сбрасывать цветы меду стало более приходить меньше они тут же и зароились так ну имеем роевое состояние когда роевое состояние отводки уже не помогают тут надо уже вытаскивать рой из улья так ну пчелы внизу рамок еще не висят значит это сигнальный маточник он же маточник тихой смены так ну скорее всего они его этот маточник снесут ну раз он у нас есть значит мы сейчас забабахнем отводочек на него так вот часто в комментариях спрашивает когда делать отводки время пришло вот сейчас самое время его сделать но этого я не делал отвод хотя силы семьи позволяли потому что садки цвели а я меду хотел охранка тяжелой вся в засеве маточник зрелый уже красивый зрелый маточник запечатаны вот ребятки мы и приехали пчелки начали роиться а вот теперь тут уже отводочек делать поздно потому что висят роевые маточники тут уже надо делать противороевой прием сейчас я его и сделаю будет называться он налет на матку он не самый лучший прием на самый ленивый поэтому я его делаю роевой пчелы внизу рамок не висит не висит значит роевой пчелы тут минимум и это первые роевые маточники очень часто пчелы первые роевые маточники вешают а потом сгрызают так ну тут все в засеве вот и маточка наша бегает хорошая красивая сейчас мы тебя отсюда и заберем уважаемые вот отводки надо делать тогда когда позволяет сила семьи сила семьи позволяет тогда сделать когда у вас расплоду 8-9 рамок тоже печатный расплод вышел молоденький расплод как у вас сила семьи достигла такого уровня что они способны выращивать 8-9 рамок расплода на 8-9 рамках есть расплод самое время сделать уплодок если у вас нету взятка полно расплода полно расплода иначе будет вот как в этом улье пчелки по чуть-чуть по чуть-чуть и уже вешают роевые маточники так значит что а значит с отводками уже немножко я опоздал но я же хотел меду хопануть вот я его и хопану теперь имею краевое состояние надо сказать что это на пасеке сейчас очень мало семей которые маточники повесили по большей части сейчас на пасеке семьи еще не роятся это у меня эксклюзивная семья которая хочет роиться до расплода у них тьма тьмище расплода тут уже расплода даже больше чем на 8 рамках так все в яйцах в общем нельзя они маточники вешают это сигнальные маточники самые первые они же называются маточники тихой смены кто не знает что маточник тихой смены это тоже роевой маточник но который выращивается немножко в других условиях чем роевое состояние вот сейчас как в этой семье как видите под рамками бород нету то есть роевой пчелы минимум она есть на ее еще минимум тем более садки цветут они еще летают за медом в это время поэтому роевой пчелы улье критической массы еще не собрался маточники есть это значит что это значит есть уже роевая пчела ох и тяжеленная рамка вся в меду да сам мед запечатанный это значит что пчелки роевые уже появились уже хотят роиться даже маточники повесили семья им это позволило сделать и сейчас у них вот такое переходное состояние то есть они переходят в роевое состояние у них нарушилось соотношение открытого расплода к молодой кормящей пчели то есть пчелы становится кормящей больше расплода соответственно становится открытого меньше потому что матки некуда засевать яйца вот если это соотношение нарушилась они сразу начинают тянуть маточники тихой смены которые очень похожи на роевые или так еще называемые перед ранением сигнальные маточники которые очень часто они вешают потом даже бывает успевает запечатать а потом сгрызают то есть отказывается роиться но это не надуло потом через недельку они опять начинают вешать роевые маточники но уже очень больших количествах потому что роевой пчелы становится намного больше она будет из печатного расплода и тогда уже роение идет полным полным ходом а тут мы как раз попали на такое состояние семьи где она находится в самом начале роения это по той причине что сейчас пропадает в природе взяток потому что садки заканчивают цвести меда нектара в природе по убавилась как только ленивая пчела появилась которая ничего не делает не летает за медом тут сразу вам и маточники сразу такая пчела начинает вешать маточники вот мы и попали как раз вот на такое состояние и как видите улей еще не весь заняты еще у них сколько этом рамок вытянул один два три четыре рамки были не использованы здесь оставил 21 рамка значит учуя сейчас занимает 17 рамок этом плее и вот при 17 рамках они уже начинают роиться а вот если бы я им это гнездо не расширил тогда то они бы родились еще при 12 рамках уже давно по той причине что им бы не было куда мед слаживать они бы вот этот мед который они принесли а у нас две полных рамки это 336 и там еще полтора килограмма было семь с половиной еще килограмм в общем где-то килограмм восемь с половиной девич меда они в этот улей принесли из садков так что выкатить мед майский из этого улья можно немного но можно вот конечно у нас еще погода не очень позволяла потому что холодно было они меньше носили но и сила семьи не позволяла я в общем-то за майским медом сильно не гнался потому что можно было бы сделать так чтобы они этот мед полон улей забили их но тогда не было бы пчел а мне интересно семьи посильнее к подсолнуху иметь собрать больше меда с подсолнуха это ямайский мед чисто для себя выкачиваю заряжаю семьи некоторые на майский мед чтобы себе его выкачать и вот на сегодняшний день конец цветения садков у нас в этом улье такая вот ситуация вот так вот сыграла разовые расширения 4 рамки им было лишних но тем не менее как видите немного меду они потащили и полное гнездо расплода если геометр гнездо расплодное сократил уменьшил но да было бы гораздо больше но тогда был бы мед но не было бы пчел тут надо выбирать в мае надо выбирать либо пчелы либо мед либо вы жертвуете пчелами ради меда либо жертвуете медом ради количества пчел тут уже кому как ну какой выбор сделает тот такой результат и получит потому что майский мед просто так собрать сложно для того чтобы собрать майский мед то конечно семьи лучше готовить еще с осени вот если вы с осени хорошо перезимовали весной вышли с хорошими семьями то тогда можете собрать майского меда прилично но садки у нас еще цветут некоторые сорты яблонь еще полным ходом цветут мед качать еще рано потому что видно вот на преск мед еще из рамок льется еще и качать рано качать будем дней через шесть через семь они еще немножко поднесут либо второй вариант они съедят и то что было потому что будут выращивать расплод тут с майским медом тоже интересная история мало его собрать его еще надо успеть пчел свистнуть потому что майский мед у них очень быстренько расходится на выращивание нового расплода и надо успеть этот майский мед у них выдернуть иначе они его расходуют на расплод и тогда будем без майского меда так вот засекаем время на созревание меда шесть-семь дней и через шесть семь дней выкачиваем из семей крайние рамки которые к этому времени уже будут запечатаны запечатаны больше чем до половины и вот с этого улья у нас две крайние рамки полнометные наших килограмм шести меда мы из этого улья возьмем результат конечно нефти какой но либо пчелы либо мед от водочки когда начинать делать я сказал когда будет на восьми на девяти рамках расплод делаем отводки но к этому времени должны быть маточники уже подготовленные это в плохом варианте в лучшем варианте плодные матки должны быть подготовлены но в этом году холодная весна поэтому с плодными матками не очень сложилось поэтому в этом году от водочки будут на зрелые маточники и на неплодных маток это плохо потому что пчелы потеряет дней двадцать 15-20 дней до того пока матка не начнет откладывать яйца это значит из сезона это время выпало 15-20 дней это почти целый круг это почти 12-16 рамок пчел которые не родятся из того расплода который мог бы быть если бы матка была плодная 15-16 рамок это уйма меда не собранного с подсолнуха так что в этом году с подсолнухом немножко ерунда так что такие вот неприятности приносит холодная весна плохой старт был в этом году имеем сразу проблемы с медосбором будущем которого еще нет вот так вот сработало разовое расширение пчелиных гнезд а если бы мы не расширили осталось 12 грамм от то пчелы приносили бы мед этим нектаром заливали пустые ячейки матки не было куда откладывать яйца медосбор не сильный они при этом медосборе прекрасно на 12 рамках уже бы давно израились но так как мы все это дело расширили значит у нас есть каких-то там несколько килограмм и меда из улья и пчелы все на месте никто никуда не израился так что лично я считаю что это расширение полезная вещь если успеваете на цветение садков так закрываем этот улей вернее не закрываем а идем готовить новый улей и будем тут делать налет на матку потому что рой мы отпускать не намерены значит что делаем налет на матку ликвидируем таким способом роевое состояние и будет у нас уже две семейки одна семейка с плодной маткой тут матка хорошие так и будет она с ней жить а вторая семейка у нас будет со зрелым маточником там матка выйдет облетается и будет тоже вторая семья так закрываем и идем готовить но сегодня было такое видео напоминаем передавайте привет моим мохнатым чудовищам потому что они очень любят ваши привет и спасибо